Всем привет! У нас сегодня в студии семейный психотерапевт, психолог Инна Агапченко. И начинаем мы серию интервью равные-разные с довольно-таки тяжелой темы. Это насилие в семье, эмоциональное, физическое. И сегодня поговорим о том, почему вообще так происходит. Начало отношений. Это у нас всегда такая романтическая стадия. Мы надеваем очень часто розовые очки, конфетно-букетный период. Вот все пытаются показать себя с лучшей стороны. Это нормально абсолютно. Неинтересно, можно ли определить вот на такой начальной стадии по каким-то признакам, что человек может быть склонен к насилию в целом? Ну я хочу сказать, что мы не сами их надеваем, эти розовые очки. Это вообще просто обусловлено физиологией. Так устроено. И очень устроено, что на начальной стадии отношения, конечно, все представляются своей лучшей стороной, лучшими качествами. Поэтому различить на первых этапах очень сложно. Но можно, но это возможно. Что меня больше сейчас тоже беспокоит, потому что, ну чтобы это не было паранойей, понимаете, на начальном этапе отношений, чтобы это тоже не превращалось в параноидальные какие-то тенденции. Но на начальных этапах отношений, ну что может быть признаками? Во-первых, нужно прислушиваться к себе. Как вы себя ощущаете с этим человеком? И если возникают хоть какие-то сомнения в чувствах, в эмоциях, то необходимо к этому прислушиваться просто сначала к себе. Само по себе понятие абьюза — это же какое-то злоупотребление, подчинение воле другого человека. Он как будто исключает возможность выбора. И первыми признаками, что это может быть? Это может быть принятие постоянного решения абьюзером за другого человека. Ну там просто как банальный, например, пример. Такое приходит девушка на свидание, и молодой человек выбирает сам ей десерт, например. Не спрашивая ее, хочет ли она этот десерт. Возможно, у нее сахарный диабет. Возможно, она сейчас сидит на диете. И как бы навязывая таким образом свое видение. Нет, а я хотел сделать сюрприз. Это человек, который обеценивает, критикует, ревнует. Даже на начальных стадиях абьюзера как будто слишком становится много. Как будто возникает ощущение, что он как-то полностью заполняет ваше личное пространство. Вот очень часто путаешь это с какой-то заботой, да? Ну вот бывает такое, что скажут, а вот с этой подружкой лучше не иди, она там вот плохо на тебя влияет, вот вы там то-то. Ну как-то так оно происходит. И ты начинаешь задуматься, действительно, а может лучше все-таки прислушаться. Ну вот человек же якобы заботится о тебе. Вот как вот эту тонкую грань прощупать, когда это вот уже совсем переходит? Ну эту тонкую грань на самом деле действительно очень сложно определить, ну в любых отношениях. Понимаете, ее может определить более устойчивая и психически здоровая личность. У нас такие есть. Ну понятие психического здоровья, это же тоже такое оно всегда относительное. Можем проговорить какие-то такие основные признаки абьюза, когда вы уже там длительно в отношениях. Вот многие девушки, к сожалению, даже не знают, что это такое. И думаю, там, ну слюбится, стерпится, притираемся там характерами, вот. А в итоге потом это доходит уже и до физического. Ну вот здесь очень важно просто отличать, что важный признак абьюза – это просто систематичность. Обесценивание чувств, невнимательность к чувствам, к потребностям. А ревность туда? Конечно, патологическая ревность. Человек начинает себя контролировать под видом, это может быть, ну, скрыто, под видом заботы. Я же о тебе забочусь. Наложение требований, долженствований, претензий, каких-то запретов ограничений. Туда не ходи, сюда не ходи, это не одевай. Давайте еще обсудим то, почему мужчины становятся абьюзерами. Это как бы с детства так формировалось окружение, влияние там родителей или общество. Вот какие такие моменты могут повлиять на то, что человек в будущем будет применять такое эмоциональное насилие к своему партнеру. Не обязательно же это мужчина, да? Я бы не говорила, что абьюзера только мужчины, потому что абьюзер среди женщин встречается гораздо, ну, тоже очень часто, да. Потому что у меня есть клиенты мужчины, которые приходят как раз с таким запросом. Вот там, ну, это такие жены мальвины, которые там контролируют, они всегда правы, они всегда знают, как, а вот еще один, да, важный признак абьюзера, ну, абьюзер всегда прав. Вот, и точно, и женщины такие, ну, к сожалению, тоже их очень много на самом деле. Так, знаете, вот, ну, абьюзера можно представить, да, в виде какого-то монстра-монстра, да, с одной стороны, но на самом деле они становятся так, ну, такими не просто так. И если совсем глубоко уж посмотреть, то в основном абьюзеры это какие-то очень раненые дети. Чем они ранены? Они ранены, ну, у них там травма обесценивания тоже, их тоже обесценивали в детстве. Там заниженная самооценка, неуверенность в себе, наличие каких-то комплексов, потребность в любви и удержать, ну, так скажем, да, объект своей любви с помощью каких-то, да, манипуляций. Причем очень часто они это делают неосознанно. Нет, ну вот если у тебя было такое чувство в детстве, что тебя там обесценивают, и ты испытывал боль, страх, обиду какую-то, да, то почему ты так поступаешь с другими? Ну вот, мне вот это вот непонятно. А, вот это непонятно. Это механизм отыгрывания. Когда испытывал обиду, когда ты был ребенком, ты не мог это отреагировать, предъявить прямо, да, агрессию там своим значимым взрослым. Родителям, учителям, возможно. Возможно, сверстникам, там, если говорить, да, о буллинге. Это тоже очень влияет, да, на формирование личности и его потом поведение в социуме и с другими людьми. Сам абьюзер – это тоже, по большому счету, жертва. Жертва, которая потом становится насильником. И свою агрессию, она подавлялась, она не была предъявлена. И потом, таким образом, она как-то, ну, находит неосознанно выход в других отношениях. И вот, например, когда ребенок растет в такой среде, да, где его окунают, грубо говоря, во все это, у него же, ну, не только вот такой вот есть путь, да, что он обязательно станет абьюзером. Ну, по большому счету, все равно это будет либо компонент жертвенности, либо компонент садизма. А они, ну, все равно неразделимы. Это как две стороны одной медали. Вот только как они будут проявляться вовне? Притягиваем ли мы вот своим каким-то, я не знаю, даже поведением, если можно так сказать, вот таких вот людей, абьюзеров или вот абьюзеры притягивают ли они жертву? Ну, конечно, есть такое, да, тоже понятие, как вективность жертвы. На самом деле, да. Женщина, которая не жертва, которая имеет свое достоинство, у которой сформирована ценность себя, уверенность в себя, ее очень сложно затащить в сети абьюзера. У нее хорошая чувствительность к себе. Она знает о своих границах личностных. Она не позволит. Абьюзеры притягивают жертв, а жертвы притягивают абьюзеров к себе. Можно ли это проработать вот как-то в себе? Это возможно, только важно принять решение. К сожалению, очень редко обращаются за помощью, не так это распространено. У жертв насилия, вот в силу их вективности поведения, у них даже в опыте нет такого опыта просить о помощи. Им даже в голову не приходит, что вот от этого можно как-то уйти, что с этим можно что-то сделать. И они терпят. Что останавливает просьбу? Стыд, страх осуждения. А что люди скажут? Очень стыдно признаться, что что-то у тебя в семье не так, что что-то в отношениях не то. Если мы говорим об эмоциональном абьюзе, это не исключает того, что может быть физический. Я так полагаю, что эмоциональный абьюз, он косвенно все-таки связан с физическим, потому что если ты позволяешь человеку, чтобы он издевался над тобой морально, то он может почувствовать вот какую-то такую свободу в этом. И иногда даже и руку поднять. Конечно, эмоциональное может перерасти в физическое. Физическое 100% всегда дополняется эмоциональным насилием. Угу. И у меня еще такой вопрос. Почему женщинам страшно, вот элементарно даже сказать нет? Причины могут быть разные. Это все очень индивидуально. Очень многие женщины инвестируют этот страх остаться одной. Ну вот самая частая причина, которую я слышу. Но я боюсь остаться одной. Иногда это зависимость материальная от насильника. Иногда такое насилие воспринимается просто за норму. Убьет, значит любит. Вот страсть такая, он проявляет страсть, значит он меня сильно любит. На самом деле, ну это страшно, когда человек просто теряет себя. Очень часто потом жертвы абьюза болеют с психосоматическими заболеваниями. Потому что их непроявленная агрессия, ну в ответ на действия абьюзера, она получается направляется на себя. Аутоагрессия такая вот. И может выражаться и в зависимостях разного рода. Там алка, нарка, секса тоже может быть. Игровая зависимость. Точно так же различные заболевания физические. Там и аллергические реакции. Сердечно-состудистая система. То есть это все бьет по иммунитету. Конечно, да. Ну это вот прям прослеживается. Даже ну вот в моей практике прослеживается такая прям связь. И вот как раз про тестирование реальности. Газлайтинг. Есть такой термин у нас. Это, насколько я понимаю, это когда тебе пытаются внушить навязать. И ты ставишь под сомнение свою какую-то реальность. Ты знаешь, что я вот сказал, что ходила гулять в пять. А тебе пытаются говорить, что нет, ты не говорила, ты ходила в шесть. И ты начинаешь в этом сомневаться. Вот как это проявляется? Почему вообще так происходит? Почему ты начинаешь сомневаться? Ну ты же вроде знаешь, как бы ты вроде как уверен. Ну сомневаться начинает неуверенный. Сбить реальность другого можно, когда есть этот компонент неуверенности в себе. Посмотрите, абьюзер всегда бьет самое уязвимое место жертвы. Если у нее там неудовлетворена потребность в безопасности, он бьет на это место. Если она уязвима как раз в самооценке это место, самооценка, уверенность в себе. Абьюзер очень тонко чувствует больные места своей жертвы, самые такие болезненные места. И он бьет вот именно по этим местам. До чего может вот дойти вот такой газлайтинг? Не, ну вообще на самом деле крайняя степень, когда человек может сойти с ума. Он может потерять вообще себя в этой реальности. Вот это такая крайняя степень. А так по большому счету это очень становятся неуверенные люди, которые сомневаются постоянно в себе, которым сложно сделать выбор, сложно принять решение. Начинают очень сильно тревожиться. Вот, например, девушка замечает, что вот такое с ней происходит. Что можете посоветовать, что сделать? Там, я не знаю, ну элементарно там с друзьями, близкими поговорить не всегда понимают. Иногда говорят, да что ты там себе придумала? Он же такой у тебя хороший. Они же видят ту хорошую сторону, когда вы там на людях ходите. Все же делают вид, что у них все так замечательно. Как вот, во-первых, осознать, да, принять тот факт, что ты в таких токсичных отношениях и вот разорвать этот круг замкнутый? Очень сложно принять, что ты жертва, понимаете? В первую очередь необходимо принять, что да, я жертва, да, ну, мне плохо. Хотя, ну, почувствовать себя, да, мне в этих отношениях плохо. И, конечно, выйти из роли жертвы, это уже, знаете, такой как раз путь занять активную, как я говорю, жизненную позицию, да, включить какую-то поисковую активность, где и у кого я могу, ну, попросить помощи. И я, конечно, ну, всем рекомендую обратиться к психотерапевту за помощью, если есть возможность, но искать помощи у близких, искать помощи в каких-то волонтерских службах, возможно, социальных службах. Если это вообще физическое насилие, то, конечно, это правообращаться в правоохранительные органы, снимать там побои, порезы. Потому что, на самом деле, вы знаете, абьюзеры, они внутри трусы, они очень большие трусы. Вот если им позволяют, да, вот они чувствуют себя героем, но вот, а они боятся силы. Здесь необходимо просто в первую очередь признать, что да, со мной так нельзя. Ну, вот это как раз то, о чем мы говорим, что наше человеческое достоинство, мы все равны в том плане, что я точно так же имею право, как и ты, ходить гулять с друзьями, иметь какие-то свои планы, цели, да, можем идти рука об руку, но при этом в нормальных таких отношениях. У нас, к сожалению, многие, ну, вот, не живут так. Не живут, это все тоже, знаете, очень много копируются модели поведения вообще своей детско-родительской семьи. Потому что, причем, ну, интересно, что это не только, да, мужчины, так, есть же женщины. Если мама в семье была главная, значит, девушка, выходя там замуж, строя какие-то отношения, у нее есть эта модель поведения, которая, по большому счету, ей очень нравится. И она начинает ее точно так же применять в своих отношениях с молодым человеком. И ко мне очень много сейчас как раз обращаются не девушек, а именно молодых людей и парней, которые становятся жертвами женского абьюза, на самом деле. Потому что эти женщины их пренебрегают, их какими-то решениями, постоянно их критикуют. Ты посмотри, я же могу лучше. Ну, да, они обесценивают какие-то их желания. Ну, это такое пренебрежение очень часто высказывают. Иногда игнорирование. Точно все же эти же приемы, тот же газлайсинг. Я такого не говорила, ты это все придумал. Ну, только это как-то делается, ну, более мило. Скрывая под собой такой, на самом деле. Да, и мужчина теряет уверенность в себе, он чувствует, его начинает беспокоить, он не чувствует уважения. Отражается ли это вообще на успехе в жизни? Конечно, ну, конечно, конечно, потому что оно как бы тоже, воля человека подавляется. А воля, ну, волевой центр, это путь действий, да, принятия решений, на самом деле. И потом уже человек начинает сомневаться, ему сложнее делать выборы. Ну, он теряет, как будто, знаете, вот рядом с амфюзером, как будто ты теряешь вообще свою устойчивость и опору какую-то. Ну, вот еще очень часто бывает такое, что девушка, она настолько сильно растворяется, погружается. Да и мужчина тоже. Не будем так обозначать конкретно, кто и что. Ну, вот когда партнер полностью вот окунается в отношения, он становится вот зависимым от них. Это же тоже ненормально. Вот мы говорим про контрзависимые, созависимые отношения. Вот давайте определим вообще, что это такое и как понять. Сейчас этот термин уже применяется к эмоциональной, любовной зависимости, созависимые люди, да, которые полностью погружаются и живут жизнью других людей. Это все из какой-то внутренней пустоты, внутреннего дефекта. Дефекта, знаете, зависимость всегда возникает там, где есть какой-то дефицит, какая-то дефицитарность. Недолюбили в детстве. Каких-то своих потребностей, да, потребности во внимании, ну, ну, это любовь, да, в любви, в признании. Потом вот эту пустоту, как будто хочется заполнить. И ты перегибаешь, получается, палку, да, и становишься тебе слишком много, вот. У созависимых людей как раз, ну, смысл в том, чтобы вот как бы жить жизнью другого человека. А контрзависимый? Вот, а это та же, как бы обратная сторона той же медали, да, это люди, которые не могут где-то, они ранились очень сильно, и они не могут быть в близких отношениях. Поэтому они выбирают не раниться, не вступать в близкие отношения. Дистанцию такую держат вокруг себя? Да, ну, я очень не люблю сейчас, честно говоря, все говорят, самодостаточный, самодостаточный. Не люблю я крайности, потому что, ну, что такое самодостаточный? Мне самому себя достаточно, вот. И тогда как реализуются, ну, обычные человеческие потребности в любви, в причастности, в отношениях, вот. Вот, мне больше здесь нравится слово все-таки целостный. Целостный человек, он, ну, признает свою уязвимость, он знает о ней, свою ранимость. И в близких отношениях всегда есть шанс пораниться. Ну, насколько я понимаю, контрзависимый, он, да, он пытается отдалиться, но он все равно нуждается в этой любви. Нуждается, но не признается. Угу, то есть это такая скрытая... Либо нуждается, признается, но он так боится пораниться, что, как бы, он просто выбирает не вступать в близкие отношения. Ну, да, это две такие крайности, которые ненормальны. Да, потому что, ну, страшно довериться, там, если там был опыт предательства, да, который не проработан, не переработан, как-то не прожит. Вот, и, конечно, ну, уже потом на этом, вот, чаще всего это вот, да, из опыта все идет. Я еще вот хотела спросить по поводу жертвы абьюза, да, вот, допустим, она выходит из таких отношений, начинает новую жизнь, пытается с кем-то другим построить отношения. Может ли вот тот пережитый опыт абьюза вылиться в то, что ты сам начнешь так действовать, вот, как будто на опережение, знаете? Конечно. Да? Конечно. Здесь самая важная вообще осознанность, задавать самому себе вопросы, да, что я сейчас делаю, а какую потребность я сейчас удовлетворяю, а что я хочу от этого человека получить? Этот человек для меня сейчас вещь или я вижу в нем личность? Уважаю ли я его? Важны ли мне его потребности? У любой жертвы есть скрытый садист и насильник внутри, непроявленный. Почему жертва выбирает быть жертвой? Выгодно может быть в какой-то мере? Вторичные выгоды тоже имеют место быть, потому что очень часто мы эти выгоды потом уследуем. Можно манипулировать, ну вот, да, ты меня там обитил, сделай мне за это, там, шубу там купи, я не знаю, машину подари, ну, вину искупи, чтобы человек может так манипулировать, да? Конечно. Ну, ну, и не только выгоды, не только материальные могут быть. Выгоды могут быть и какие-то психологические, моральные, то же самое, конечно. Вот, и, ну, выбор есть всегда. Я стою на той позиции, что выбор есть всегда как-то. Мы, кстати, говорили о том, что если уже семья, если уже дети, то сложнее выйти из таких отношений, потому что это же такие привязки, да? Да, вот. Я бы хотела очень сильно акцентировать внимание на том, что даже если у вас дети, несмотря на то, что мужчина может вас обеспечивать, всё равно стоит всё-таки обращать вот на это внимание и уходить. Иногда, да, это может быть очень болезненно, это может быть очень сложно, но вот ещё очень важно то, что дети, вот, когда они находятся в такой обстановке насилия и физического, и морального, они же всё это чувствуют, они же всё это замечают. У них же тоже какой-то потом травматический опыт, просто многие родители, они даже не обращают внимания. Ну, мы там поорём за соседней стенкой, пока ребёнок спит, но они думают, что он спит, а он-то всё слышит, воспринимает. Это же тоже человек. Да, да. Поэтому они до такой степени чувствительны к тому, что происходит, вот, и это всё они впитывают. Они травмируются, родители могут ругаться между собой, а ребёнок под столом, он испытывает жуткий-жуткий страх, да, и потом этот страх накладывает отпечаток на всю его дальнейшую жизнь и на то, как он дальше будет строить свою жизнь и свои отношения, он будет, ну, бояться. Вот, он может испытывать стыд за то, что родители ругаются, потому что, возможно, где-то в кино он видел, что вот есть хорошая семья, а мои вот родители такие. И стыд точно так же, да, будет его, ну, блокировать какие-то его проявления, останавливать его какую-то спонтанность в жизни. Либо же он может это принять за норму и точно так же вести себя в своей потом семье и в отношениях. Есть у нас ещё такое понятие, как мягкий абьюз, давайте обсудим, вот, что это такое, как это проявляется. Конечно, распознать их сложнее, потому что они не выглядят монстрами, там, тиранами какими-то, вот, это такие вот прекрасные, замечательные люди-ангелы, но эти люди, которые всегда правы, знаете, вот они всегда знают, как лучше. Вот, кстати, у меня была такая ситуация, я с мальчиком общалась, вот третий день нашего с ним общения, он меня спрашивает, а ты поужинала? Я говорю, нет, я не хотела, вот, и начинается вот именно норовоучение, что так нельзя, это очень плохо, тебе нужно обязательно покушать. Я такая, ну, блин, ну, я же не ребёнок, я взрослый человек, я сама себе могу отдавать отчёт в том, что хочу я есть, не хочу, ну, такой элементарный банальный пример, но у меня тоже такой в голове сразу звоночек, что-то тут не так. Да, тут не так, да, абьюзеры так и проявляются, тебе нужно это, тебе нужно это, вот. Ну, и с абьюзерами, знаете, вот очень часто вот чувство вины возникает, потому что абьюзер всегда прав, понимаете, вот, ну, он так, даже, ну, когда, например, жертва абьюза начинает как-то себя отстаивать, они так как-то ловко выкручиваются, да, манипулятивной такой формой, что вот, я всегда, да это ты, ну, да это ты, ты сама виновата, ты сама меня завела, во всём уже, ну, мера, да, ну, заботиться друг о друге, это нормально, да, узнать потребности друг друга, это нормально, разделять вместе переживания, это нормально, вот, но мера, когда вот я теряю себя, и, конечно, это самое печальное, потому что, ну, что может быть сильнее человеческого достоинства. А вот физическое насилие тоже, есть же такие женщины, мужчины, которые провоцируют в своём партнёре гнев, агрессию, вот, они вот прям так себя ведут, что именно провоцируют такие ситуации, когда человек просто срывается, не говорю, что это правильно, что можно там бить, если тебя провоцируют, но вот какая их потребность, что за этим скрывается? У каждой женщины какая-то своя потребность, здесь так, однозначно, тоже нельзя сказать, и это очень часто встречается, на самом деле, в практике, когда я работаю с парами, тоже вот точно так же, ну, скрываются такие формы поведения, как провокацию, чаще всего даже женщины провоцируют на агрессию. Может, есть какие-то основные такие причины? Очень интересная, кстати, причина, они провоцируют мужественность мужчины, им не хватает, возможно, функции принятия решений от мужчины, очень часто она как будто говорит, ну, там, как бы, ну, будь главным, так поступают женщины, у которых были очень мягкие отцы, так себя ведут там, ну, папины королевы и папины принцесски, вот, и им кажется, что вот так должно быть, они провоцируют на агрессию. Причин там вообще, на самом деле, очень много, это очень индивидуально. Одна из причин, это еще, кстати, вот, потребность безопасности, да, вот, если она не была у женщины удовлетворена в детстве, в безопасности, вот, она жила тоже в какой-то там дисфункциональной семье, она таким образом неосознанно провоцирует мужчину, вот, как бы, агрессия, ну, покажи, что ты можешь меня защитить. А может ли это быть такое, что, например, девочка видела, что там папа бьет маму, и она понимала, что это плохо, да, там маме плохо, но при этом она потом сама такого партнера выбирает. Мы же часто повторяем вообще опыт родителей, да? Ну, конечно, слушайте, там по большому счету, оно, либо что-то берем из сценария родителей, либо по контрсценарию, если нам там очень-очень это не нравилось, да, то мы пытаемся идти к каким-то противоположным. Ну, тоже крайность, кстати. Крайности, да, да, да. То есть нужно искать какую-то золотую середину. На самом деле партнеров мы тоже выбираем не просто так. Абсолютно не просто так. Мы все равно выбираем в них, ну, исходя из своих каких-то потребностей. И потребность в отыгрывании каких-то сценариев, она тоже есть, просто она редко осознается. В плане того, что человеку нужно проиграть этот сценарий для чего-то? А зачем? Если плохо. Игры психики. Для чего, да, чтобы потом, ну, по большому счету, если говорить, задачи развития, да, чтобы как-то выйти уже из круга этих игр. И начать жить, если говорить так, ну, но это неосознанная цель. Просто добиться уже того, чтобы наконец-то эту ситуацию полностью отпустить, да? Отпустить и разрешить и как-то жить более осознанной жизнью, на самом деле. По сути, например, то, что ты абьюзер, это не приговор. Можно же так сказать? То, что такой человек может измениться. Это, конечно, огромная работа на собой. Многие психологи говорят, да, что там нарциссы, абьюзеры, они не меняются. Кто-то там приводит статистические данные, только я не понимаю, были ли действительно научные исследования, либо, ну, откуда берутся эти цифры. Знаете, вот я верю, что, ну, шанс есть, шанс есть. Если вы чувствуете, что в ваших отношениях что-то не так, если вам плохо, элементарно даже поговорите с кем-то из близких, поймите, что нельзя это замалчивать. Это такие проблемы, которые могут потом, как мы уже выяснили, привести к гораздо худшим последствиям. Не терпите и всегда обращайтесь за помощью к близким, к специалистам, потому что это влияет на всю нашу жизнь.